Всем привет! С вами вновь компания PandaWay и сегодня в выпуске. Я могу сказать, ребят, так, что здесь не будет брендов на лицо, вы их не увидите, ни лавитон, ничего, здесь все скрыто, здесь все под полой. Магазин элитных часов, копии 3А класса. Съемка здесь, как правило, не разрешена, но мы вроде как договорились. Ну вот, зашли еще в очередной магазин обуви, брендовой, высокого качества. На рынке женской одежды с ребятами, здесь вообще просто рай для девушек. Не смею больше вас томить, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. С ребятами идем, в часы нас ведут, здесь такой павильон полностью пустой. Попросили коробку, лотекс. Сейчас Сергей купит часы за 4500 юаней, которые стоят 2 миллиона рублей. Вот такие роликсы. Вот к ним, как уже сказали, здесь дается такая карточка с сериальным номером. Да, но здесь нет серии, сериал номер мы ее, короче, нужно содрать будет вот эту вот, вот эту штуку. Там будет серийный номер, то что здесь, 1 в 1. Идем по рынку одежды в городе Гуанчжоу, трусы продают, обувь, также можно купить ремни, футболки всякие разные. На рынке женской одежды с ребятами, здесь вообще просто рай для девушек. 10 этажей женской одежды. Вот по таким улочкам мы ходим, чтобы найти сейчас футболки пола. Она нас ведет на футболки пола, будем смотреть. Футбольные помещения, идем. Идут футболки вот такие вот магазины брендовые сумки. Бали, Валентина, Прада, Версачи, Гуччи. Сергей, в восторге от этих всех. Просто оригинальный магазин. Ты же хотел упаковку, помнишь, ты говорил? Да, в каком-то гетто. Пришли в магазин очков, а тут оказалось еще и бижутерия. Нас провели через вот такую вот дверь, закрытую там все на замках. Ну что, Сергей, скажи, пожалуйста, несколько слов по поводу вот этого всего беспредела, который ты видишь. В принципе, материал чувствуется, что не очень дорогой. Здесь, по всей видимости, кожзам. Но прошито, как строчки видно, что более-менее ровное. Но нужно понимать, что германтин. А давай проверим, германтин это или нет. Чего они спросят. А это оригинальный лазер? Лазер, да. Так что все. Здесь все высокие качества. Ну, я думаю, что все китайцы будут говорить одно и то же. Как мы проверим? Это лазер или нет? Лазер. Да, я уверен, что лазер это. Она, конечно, уверена, что это натуральная кожа. Это натуральная кожа. Но, к сожалению, китайцы на стола верить не приходят на кожу. Да, конечно. Да, или лазер. А сколько строчки маркетингуют так, то вы должны это понимать, уважаемые зрители. Здесь даже по ощущениям ты можешь, в принципе, посмотреть. А ты не сможешь определить, какая кожа это или что это на ощупь. Либо это какая-то, просто печать такая. Просто, ну, мне кажется. Знаешь, как я знаю, как точно проверяют, открывают и смотрят внутри. Внутри здесь, видишь, прошито. Здесь не определить. Да, да. Я не уверен, что это кожа, если честно. Скорее всего, это клеенка. Вот если, смотри, вот так вот посмотреть. Вот так, да? Отогнуть. Отогнуть, наверное, да. Вот эту вот. Да, но здесь очень тонкая для кожи. По запаху. По запаху, кстати, пахнет вроде кожей. Если понюхать. Вроде запах кожи. Не слышу. Не слышу. Трудно сказать. Трудно сказать. Трудно сказать. Ну да, в принципе, можно быть. Мы сейчас зашли в магазин. Магазин элитных часов. Копии 3А класса. Съемка здесь, как правило, не разрешена. Но мы вроде как договорились, что снять можно здесь. Ну вот, зашли еще в очередной магазин обуви. Брендовой. Высокого качества. Жень, ну ты пару слов скажи уже про наш сегодняшний поход. В Китай можно много чего найти. Все, что вам необходимо. Да. Только находится это все в странных местах. Где жутко плохо пахнет. Но качество, в принципе, обуви отличное. А вот и обувь. Даже если убрать то, что это копия. Оригинальный. Обычный ботинок. Как бы всему своя цена, но ботинок качественный. Ну я удивлен, как бы то, что у них такой процент наценки. Но это видимо то, что брозница. Брозницу в любом, в принципе, месте можно. Она крутит. В России, наверное, брозница процентов 40. Но здесь прям 100, больше 100. Сейчас с ребятами дошли до знаменитого рынка элитных сумок. Вот так выглядит это здание. До этого мы были вот в этих домиках маленьких. Там были трущобы. Сейчас мы заходим. Я могу сказать, ребят, так, что здесь не будет брендов на лицо. Вы их не увидите. Ни ловитон, ничего. Здесь все скрыто. Здесь все под полой. Так же, как и часы. Ну вон угол. Потому что здесь даже вилл написано. Бренды на китайском языке написаны. Вы видите? Да, все скрыто. Все скрыто. Нашли очередного гида, который ведет нас на минус 1. Наверное, даже на минус 2 мы пойдем этаж. Потому что здесь брендов нету. Те бренды спрятаны китайскими языками. Сейчас мы зайдем в лип. Она нам покажет, что вы докажете. Да. Окей, но фейс, но фейс. Говорит, нельзя снимать. Значит, чтобы и лицо никто не узнал и не увидел. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за просмотр данного ролика. Я надеюсь, видео зашло и вы узнали немножко больше о жизни в Китае. Подписываемся на канал. Ставим пальцы вверх. Ну а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами и у вас все будет хорошо.